Меня зовут Наталья Бородина и несколько слов о этом страшном названии. Слово «симулякор» ввёл в научный круг Бодрияр и означало оно несуществующий объект, который, тем не менее, значит для нас больше, чем реально существующий. Почему мем стал таким объектом и что это вообще такое? Сейчас мы немножко об этом поговорим. Итак, большинство из вас ждут, что сейчас будет рассказ про это, про картиночку, на которой изображено что-то смешное, текст сверху, который что-то сообщает, и текст снизу, который контрастирует с верхним текстом. Да, действительно, это традиционный интернет-мем, но, увы, речь пойдёт не о нём. Итак, маленький спойлер. О чём же пойдёт речь? Речь пойдёт о непосредственно самом термине «мем», который ввёл Ричард Докинс в научный оборот. В это понятие входят и картиночки, и какие-то цепляющие песни, и какие-то известные словечки, и кусочки видео. Сам Докинс говорил, что мемом может стать даже рецепт супа. Что же должно произойти с объектом, чтобы он получил статус мема? Итак, мем должен быть значимым. Он должен стать чем-то таким, чтобы вы хотели его передать дальше и что-то внести от себя. Плюс мем показывает состояние общества. Как правило, мем предполагает, что вы увлекаетесь какой-то из таких вот тем, которые для общества сейчас популярны. Изначально мем был аналогом гена, но потом появились такие страшные слова, что мем — это вирус. Немножко о том, как меметика стала ужасной и страшной наукой. Итак, мем изначально был репликатором. То есть это идея, которая чаще всего за счёт того, что она милая, смешная, симпатичная, не занимает у вас много времени, не занимает у вас интеллектуальных усилий, легко запоминается, вам её хочется передать дальше. Но эта передача дальше иногда принимает угрожающие размеры. Один из исследователей мемов, Броуди, в частности, говорил следующую вещь. Позволю процитировать. «Психические вирусы постепенно начинают контролировать ваше мышление, рассеивают внимание, отклоняют от важных идей, вызывают дезориентацию, стресс или даже отчаяние». Так, откуда появилась такая мрачная теория в мемах? Появилась идея, что мемы не просто весёлые картиночки, а это ещё и некий такой медиавирус, который именно идея мемезис, от которого произошло слово «мем» подражание, заставляет вас подражать этой идее и таким образом контролирует ваше мышление. Так, что произошло дальше? Меметикой заинтересовались самые разные учёные. Это были и лингвисты, и биологи, и математики. Конечно же, Пальма первенства была у биологов, потому что, в общем-то, они это придумали. Так, но что, например, интересного предложили математики? Математики предложили мемокарты. Мемокарты – это такая математическая схема в форме восьмёрки. Почему восьмёрка? Создатель именно вот этой схемы Джон Пол говорил, что восьмёрка – это очень удобная схема, чтобы показать, как она всё там революционировала. Здесь мем рождается, здесь его, как бы, такое предрождение и дальше сфера его развития. В этой восьмёрке вы себе мысленно рисуете схему координат пространства и времени. И чем дальше будут эти события от исходной точки, тем, соответственно, вы их располагаете. Он говорит, что здесь не важно, насколько там точно север-юг, важно, насколько они отличаются от оригинальной идеи. Что он предлагал сделать? Сделать вот такие вот засечки, и таким образом мы получим эволюцию мемов, которые покажут нам, как эволюционируют наше мышление. Вот этот пример мемокарты – два слова о нём поподробнее. Здесь рассказана история мема «органическая еда». Если среди вас есть биологи, то вы уже внутренне вздрогнули. Так, для тех, кто ещё не понял, в чём ужасность этого термина. Долгое время ещё не было такого термина, как «органическая еда», потому что химики знали, что любая еда, вообще любая, она органическая, ну, так как в ней есть углерод. Но стала использоваться химия в том, чтобы получить продукты, и поэтому до 1940 года стали выпускаться первые исследования, которые показывали, вот есть наша особо чистая еда, давайте её как-то назовём, чтобы отличать. И были там, допустим, био-еда или там, допустим, натуральные продукты. И вот в 1940 году выходит книга «Look to the land», где появляется термин «органическая еда». Жаль, что здесь нет нашего коллеги Александра Петренко, который медик, который очень сильно по этому поводу всегда нервничал и говорил, что когда я вижу на этикетке фразу «органическое молоко» или «органическая картошка», покажите мне, пожалуйста, неорганическую. То есть что это должно быть? Какой-то инопланетный монстр или что это такое? Но, тем не менее, мем прочно засел в наших мозгах, и большинство людей сейчас искренне ищут обозначение «органические» на продуктах. Дальше. Что нам предложили биологи? Биологи предложили вам диагноз. Итак, что делают братья-биологи? Биологи смотрят, какие мемы вы там репостите у себя в контактиках и смотрят. Этот мем показывает, что вы хотите показать свою принадлежность к обществу. Так, понятно, в чем у вас проблема. Так, этот мем показывает, что вы хотите выделиться. Ну, в принципе, тоже понятно, это закон эволюции, выживает сильнейший, все хотят выделиться. Что предлагали изначально сторонники этого направления меметики? Сделать такие диаграммы Эллера-Вена, показать, что вот эти мемы показывают вот эти варианты биологических инстинктов. После этого у нас будет диагноз всему человечеству, всей культуре, и не нужно будет никаких наук о человеке отдельно. Вот будет прекрасная наука меметика, которая изучает все по аналогии с генетикой. Есть всего-то одно маленькое «но». К сожалению, это не работает. Так, что это за страшная схема у нас здесь возникает. Эту схему совсем недавно, в апреле этого года, обнародовали ученые немецкого сообщества имени Макса Планка. Они стали исследовать, как именно вы передаете какие-то смешные картинки, ну и не только смешные картинки, любую информацию. Оказывается, такая неприятная особенность. Вот вы передаете ее дальше, этот человек передает ее дальше, но уже на третьем этапе информация. Все. Информация перестает быть пригодной для передавания. Ну, несколько примеров. Первый пример мой любимый из студенческой среды. Когда я рассказываю какую-то популярную идею, вот в частности, примером не смешной, но тем не менее безумной популярной идеи, которую кто только не передавал, не варьировал и так далее, эта идея построить идеальное государство. Ну, все ученые пытались что-то там в этот мем от себя внести. Как обычно происходит? Я рассказываю про эту идею, а, соответственно, любимые студенты что-то по этому поводу пишут какой-то свой комментарий. Но иногда бывает, что они не приходят на эту пару, и они просят кого-то рассказать. Расскажи нам, как Бородина рассказывала про Платона. Как вы думаете, вот эта вот третья версия Платона, как она уже выглядит? Ну, вот как-то так. Как правило, вы думаете, что нет, что-то в этой идее не то, какой-то вообще дурной был этот Платон, вообще что в нем нашли. Итак, как правило, информация уже настолько сильно искажается, что вам не хочется дальше передавать. И вся эта мемовирусная передача, которая так сильно нас пугали ученые, она останавливается. Лучшее, что может здесь добиться мем, вот по аналогии с популярной недавно песней «На лабутенах». Кто только не переделывал эту песню. Но, как правило, если вы видели переделку, вы думаете, ну, в принципе, да, что-то забавно, но что вам хочется прежде всего сделать? Да, узнать, в чем же оригинальная версия. То есть именно в вирусном характере это не работает, в лучшем случае это возвращает вас обратно к тому же самому мему. То есть теория заговора, что мемы захватят мир и будут контролировать ваш мозг, ну, вот здесь, пожалуй, основоположники меметики несколько погорячились. Так, теперь несколько слов о том, что в эту всю картинку добавили социологи, психологи и культурологи. Итак, действительно, с помощью вот таких вот милых, приятных нам квадратиков, которых мы постим в социальных сетях, мы можем очень многое сказать про наше общество, как оно эволюционировало. Если брать 2006-2010 год, то прежде всего мы транслировали игровые мемы. Какая их основная цель? Когда мы передаем информацию в шутливой форме, в такой как бы юмористической, получатель, эцепиент уже настроен к нам менее критически. Мы как бы снижаем градус возможной критики и таким образом облегчаем коммуникацию. Но, с другой стороны, игровая форма, она способствует стереотипизации и, ну, несколько упрощает наше мышление. И здесь многие ругали, что мемы – это все-таки такие достаточно примитивные вещи. Дальше. В период 2010-2013 года здесь главная функция мема была идентификация и социализация. Самые популярные мемы тогда касались именно мемов социальных групп. Допустим, мем «злой школьник», «циничный препод», «филологическая дева», вот этот вот ящер, который что-то спрашивает. Когда вы репродуцировали эти мемы, вы показывали, что вот вам близка и понятно и мила чем-то такая идея. Дальше. 2014-2017 год – это уже определенные мемы социальных проблем. Допустим, вот этот всем известный товарищ, что он показывает? Что половину нашей жизни мы проводим в ожидании. Не дай бог, если вам нужно где-то получить справку. Все. Весь день потерян. Или пройти медосмотр. Еще хуже. Так. Мемы не просто показывают социальные проблемы. Очень часто они их и решают. Как произошло, например, с американской версией мема о полицейском насилии. Такая была мощная волна вот этих картинок после того, как полицейский пшикнул перцовым баллончиком, вот этот вот «пеппер спрей коп», что американское законодательство было пересмотрено и запретили использовать перцовые баллончики. Еще совсем свеженький пример. Тот, кто изучает немецкий, возможно, слышал о мемо-вирусной рекламе британского, простите, берлинского метро. Что там произошло? Очень сильно стали критиковать берлинцев, что берлинские контролеры в метро вообще не заботятся о пассажирах. Их интересует только, есть ли у них билет. Так, что говорил контролер с этого вирусного ролика? Он говорил, что мне вообще-то все равно, вы можете приехать, зайти в вагон метро хоть на лошади, хоть с каким-то жутким пирсингом, вы можете быть хоть бородатой женщиной. Меня это, в принципе, не волнует. Почему? Не потому, что я такой жадный, а потому что, в принципе, мы достаточно толерантная страна, и если ваш вот такой вот порыв самовыразиться не нарушает свободу другого человека, почему бы и нет. Итак, мемы показывают социальные проблемы и даже помогают их решать. Дальше, перед тем, как перейти к заключительной части, я хотела бы сделать вам такой небольшой мемотестик, насколько вы ориентируетесь в современных популярных таких вот социальных проблемах, которые репрезентируют нам мемы. А, нет, еще одна праздочка, пардон. Кроме социальных проблем, мемы еще могут показать целые войны между социальными группами. Прежде всего, это война лепрозория, то есть нашего русскоязычного версии анонимуса. Так, пару слов о анонимусе. Анонимус – огромное всемирное сообщество, которое отрицает вот такие скучные стандарты. А лепрозорий – это наша версия этого сообщества, которая показывает, что вот мир стал слишком скучен, пора как-то его раскачать. И какие этапы этой войны со скучной системой предлагает лепрозорий. Всем известный албанский язык – ужас для громонаций. Язык, который собирает в себя все возможное количество ошибок. Его еще называют язык подонков. Упячка – тоже ужас для правильного человека. Бессмысленные слова, огромное количество бессмысленных слов. Дальше, фотошопы, фестивали – все эти были этапы войны с Хабра-Хабром. Ну, несколько слов, почему именно с Хабра-Хабром. Так, ну, я думаю, большинство сидящих знают, кто такой Хабр-Хабр. Есть кто-то, кто не знает? Ладно, пару слов. Так, Хабр-Хабр – это главный сайт для айтишников, которые могут читать длиннопосты. То есть, другими словами, это сайт интеллектуальной элиты. Если вы читаете Хабр-Хабр, значит, вы точно в курсе, что происходит среди золотой айтишной молодежи. Но Хабр-Хабр достаточно таким сухим языком написанный. Он, как сказали бы в 60-е, представитель Ярпи. Он слишком правильный, он слишком серьезный. Он очень сильно вызывает внутренний протест у людей, которые считают, что они против системы. Хотя, с точки зрения научности и информативности, отличный сайт. Рекомендую. Так, дальше. Вот это тот самый тест, который я вам рекомендовала. Итак, кто стал символом тех самых активистов, которые что-то там стали бороться с системой? Гай Фокс. Да, Гай Фокс. Так, это самый легкий вопрос, окей. Популярный мем, который переводится как «разрывание плоти». Ну, он самый страшный, но вот какая реакция, считается, разорвет вашего собеседника? Нет, сарказм. Итак, все-таки сарказм переводится как «разрывание плоти». Вот если вы проявите второй сарказм, вот это больнее всего ударит вашего оппонента. Так, дальше. С чего начинались вот эти схематичные рисуночки? Основоположник с жанра рейдж-комикс. Кто был первым? Кто-кто? Третий. Да, это был третий. Да. Вот с него все начиналось, и именно он стал таким, как бы так сказать, диагнозом эпохи. Когда вам уже не надо писать длинно свои эмоции, зачем все это делать, если есть прекрасный мем, который все показывает. Ну, именно поэтому психологи пишут грустные статьи на тему, что вот, современная молодежь не умеет выражать свои эмоции, они оперируют стереотипными реакциями. Но, с другой стороны, все-таки полностью самовыражение здесь не уходит. Просто в некоторых случаях, действительно, зачем писать тысячи слов, если есть прекрасный мем. Так, что у нас еще? Итак, несмотря на достаточно грустную тему, насилие, этот мем стал самым смешным и популярным зимой. Кто это у нас первый? Да, да, да. Так. Хорошо. И, и, и. Итак, традиционно этот мем используется как синоним одного из самых смешных мемов, но, тем не менее, ситуация там совершенно невеселая. Третий. Да, третий. Итак, вот это как раз то, о чем мы говорили в начале, что мем традиционно нами воспринимается как смешного, но на самом деле это симулятор смешного. Реальность здесь достаточно трагична, но в нашей среде сказать Карл, да, это уже будет синоним чего-то смешного. Итак, что касается мема. Что бы я хотела сказать в заключении. Итак, мем это не только смешная картинка, психологи следят за вами, смотрят, что вы там репостите и ставят выводы по вам конкретно, по обществу в целом. Это прекраснейший материал, но это не какой-то ужасный вирус, который нас всех поразил. Это просто удобная форма самовыражения. Многие говорят о том, что пора бы учителям в школах уже ввести некоторые мемы в образовательный процесс. Возможно, студенты и ученики будут их легче понимать. Так, ну и в завершении цитата основоположника вообще меметики Докинса. После смерти от нас остаются две вещи, наши гены и наши мемы. Но с генами есть маленькое но. Гены меняются, и уже через три поколения от именно вашей комбинации генов, как правило, ничего не останется. А вот удачно вброшенная идея будет жить века. Как тот же Докинс говорил, ну вот кто сейчас знает, где там гены Сократа? Но идеи Сократа, я думаю, знают все здесь сидящие. Поэтому создавайте новые интересные идеи, генерируйте мемы. Вот это и есть будущее нашей культуры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Нет? Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Секундочку. По поводу изменений. Не то, что он изменяется, он прекращает быть интересным, чтобы его передавали дальше. То есть он уже не вызывает интереса. То, что он изменяется, это как раз нормально. То, что вы не просто репостите что-то, а, допустим, комментируете или как-то изменяете эту надпись. Или самый ужасный вариант, вот вам понравилась мелодия, я своим студентам уже рассказывала, но нельзя же просто ее вывесить на сцену, на стену, простите. Надо же показать, что вы, как это назвать, эстетствующий человек. Поэтому берем какого-то классика, подписываем эту мелодию, что это был Моцарт, вот, и уже теперь все нас уважают. И так рождается мем, допустим, Моцарт-реквием по мечте и прочие замечательные вещи, которые, увы, очень часто можно встретить в социальных сетях. Можете сказать, что религия – это мем? О, кстати, по поводу религии. Как раз добрый человек Докинс говорил о том, что, если брать самую заразную идею, которой заражены чуть ли не все люди, ну, большая половина – это идея Бога. И многие исследования говорили о том, что вообще-то самый популярный мем тут нужно выбирать не между, допустим, йодой и железным человеком, а между различными вариациями как раз идеи Бога. Потому что степень влияния на людей у религиозных культов все-таки выше. Потому что здесь степень критического мышления очень сильно снижается, плюс вот эта вот милая мема подачи с упрощенной информацией, она оказывает более сильный эффект. И также политические мемы – они тоже достаточно опасная штука. Вот после 2014 года очень многие мемы ушли в политику, и поэтому стали уже такими менее безобидными, менее симпатичными, а именно таким инструментом. Многие пытались сделать искусственно мемы, вот давайте придумаем какую-то идею, всех заразим, будет новая религиозная секта. Вот что касается форсет-мемов, они, к сожалению или к счастью, не так уж хорошо работают, как надеялись ученые. Потому что люди часто, ну, почти всегда чувствуют, что этот мем создан искусственно, что его создали не просто, чтобы вот как-то мило обыграть какую-то информацию, а чтобы вам что-то этой информацией навязать. Но есть пару примеров удачных политических мемов, допустим, по поводу Медимона. Что касается популярных религиозных мемов, в этих исследованиях пальму первенства занимает саентология, дианетика и свидетели Иеговы. Это вот как раз упрощенная версия идеи Бога, которая настолько стала милой и популярной, что люди стали ее передавать дальше, чуть-чуть как-то так видоизменять и рассказывать вам, как это замечательно и прекрасно. Спасибо. 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 Спасибо.